Команда FFM Bait, Сергей Попов, Сергей Калтычкин. Ваши впечатления, ребята, от турнира? Чего ты на меня смотришь? Почему ты не можешь первый начать? Ладно, я просто вчера уже и так наговорился, я бы хотел их у тебя получать. Я жду, что ты все же наговорить, я подхвачу. Ребята, турнир Пушка, Бритва, Ракета. Классно, я очень рада, что мы завершаем сезон именно таким турниром. Это было очень интересное сражение. Формат зачета потрясающий. Я уверен, что его нужно внедрять на многих коммерческих турнирах, на многих фестивальных турнирах, где люди приезжают по-настоящему кайфануть, отдохнуть. И я опять поехал, опять на 6 часов, а мне только показали, давай, чувак, заканчивай. Как можно закончить, когда столько эмоций? Медийная Карповая Лига. Приезжайте, участвуйте. Все было классно, молодцы, спасибо, ребят. Вы даже погоду заказали правильную. Мы провели отличное это время на водоеме вместе со вами, со всеми. Все было круто, продолжайте в том же духе. Сереж, вы залетаете в следующем году на МКЛ? Да. А что, нам будет, что ли? Только не это. Всем пока, мы свободны, убежали. Команда АСВ Кот, сектор номер два. Ребят, поздравляем вас с серебряными медалями, с забором двух тарелочек. Вы поймали крупную рыбу. Вы нацелены были на нее или это ваша случайная поимка? Как вы считаете? Вообще, изначально планировали собрать, аккумулировать всю рыбу, а потом ее уже методом сначала перебора, а потом укрупнения фракции ловить. Поэтому очень рады, что удалось нам добиться крупной рыбы со вторых суток, вот и на третьи сутки прибыл долгожданный биг. Как вам заходит такой формат и вообще вот именно зачетная система? Супер вообще формат. Если мы о медийной лиге говорим, здорово и интересно смотреть, потому что мы половину турнира ловили, половину турнира смотрели как ребята, другие в других секторах ловят. Все очень интересно и, мне кажется, вполне зрелищно получилось. Номинации вообще здорово, уже на многих турнирах что-то подобное придумывали, но здесь три номинации и бальная система, я считаю, для коммерческого спорта это формат будущего, к которому многие придут. Хотели бы вы принять участие в МКЛ в следующем году? Да, почему нет? Если организаторы пригласят, а как иначе? Все, ребята, это была команда СВКОТ, серебряные призеры МКЛ, поздравляю вам еще раз и увидимся в следующем году. Всем спасибо. Команда Мэткарп, ребята, поздравляю вас, невероятный результат, вы фактически в последнюю ночь забили 4 гола, как в футболе, и один из них был в девятку, тот самый Карп, 12 килограмм 110, 910, невероятные эмоции от этой подимки были, скажите сейчас. Мы, честно говоря, уже не ожидали. Вы следили за тем, как проходит взвешение в других секторах? Мы вообще ни за чем не следили, и вообще, честно говоря, мы не любим вот это вот, как многие команды следят, там кто тащит рыбу, не тащит. Ну и обычно вот в такие моменты просто выключаем рацию и просто ловишь. Просто пытаемся поймать Карп. Мы тоже не любим, когда мы начинаем нервничать, можно совершить ошибки, и мы предпочитаем просто такое душевное равновесие. Конечно, зачастую мы следим сейчас как-то вот. Я просто думала, что нам 3 или 4 таких Карпа надо поймать, чтобы вернуться. Какие в целом ваши ощущения от такого формата, от медийной лиги? Нам очень понравилось. Да, обалденный формат. Ах, какой формат! Ах, какой формат! Да, вы летаем? Куда будем из них вообще? Мэтт Карп еще раз, Анастасия, Ольга, Сергей, спасибо вам, что приехали. Спасибо, спасибо всем. Спасибо вам за такой крутой турнир, ребята. Вообще, респект классный. Спасибо. Команда Карп Тодей, сектор номер 15, четвертое место. Это обидное место, Саша. Это мое любимое место. Это каждый год я в четвертом месте бываю 100%. Слушай, ну скажи, вот после победного для нас юбилейного клубка Минен, где мы заняли первое место, это Карп мой организатор? Это, да, это первое. Но я думаю, что все-таки это более справедливая история. То есть, Стас, конечно, здесь больше было, у него было больше практики. Я здесь не был. И какие-то моменты, наверное, все-таки, если здесь был бы потренировался, я бы, думаю, внес в коррективы. И, возможно, но это не точно, мы бы были в призах. Но с первого раза, насколько взять взаемки более сложно, когда у Стаса, может быть, нет, есть понимание, ловлен и нет спортивной составляющей, у тебя, наоборот, получается, нет немножко. Тем не менее, считает, хороший результат. Ну просто видно, что она уплыла в последний час, поэтому, а так все нормально. Я думаю, что что, классно провели время, новые знакомые, я знал много нового. Вот такие, что вот такие бывают волосы, можно ловить. Шакур Фанка с колечком тоже еще клюет рыбы, поэтому все было круто, всем спасибо, мы классно провели время. Ну, немножко не повезло в конце, ну, с кем не бывает. Зато вы сделали хорошее шоу, ваши сальто, краски с распродушкой, это тоже важно. Ну, это же была первая причина вообще принятой всей истории, а не какие там стеклянные кубки. Команда Carp Travel, сектор номер 13, ребят, ну, поздравляем вас с победой на этом турнире, какие ваши эмоции поделитесь? Ну, мы наконец-таки расколдовали 13-е число. Не знаю, для меня это любимое число было всегда. Ну, мы реализовали сектор, у нас была тактика, она менялась каждый день. Тактика по крупной рыбе у нас была с самого начала мастира. Да, ваш сектор реально славился крупной рыбой. Осталась какая-то недосказанность, что вот тарелочка с номинацией Big Fish и не ушла к вам. Да, вот это недосказанность. Надо было, да. У нас, скорее всего, был Big Fish, которого мы не смогли вытащить, но у нас еще одна была поклевочка в 10-0-1. Да. После финиша Черный Амур клюнул, я видел этот хвост, но он мне помогал. Тянул его Володя. Да. Да, у тебя сошел Черный Амур Володя? После 10-0-1. Как мы с тобой обсуждали, как мы сказали, пусть это будет незакрытый гештальт до следующей медиалиги. Вы залетаете на медиалигу в 2024 году? Да, конечно. Ты знаешь, как вы уже победители и в любом случае должны быть, потому что вам нужно защищать этот титул. Титул переходящий. Да, это будет интересно. А как вам вообще наградная атрибутика? Шикарно. Эти кубки точно будут отличаться от остальных. История насчет наградной атрибутики. Когда мне позвонил хороший друг, он сказал, нужно забрать кубок первым местом. Я говорю, ну это судьба, ребят, мы его увезем обратно. Так и получилось. Команда CarTrell, ребят, еще раз вас поздравляем и желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо вам большое. Спасибо. В следующем году, если вот интересная тема была с метками, нужно больше таких вот интересных фишек нести, чтобы было там, не знаю. Подумайте насчет пятого удилища. Пятого удилища, завод с кораблем, завод с квадрокоптером, не знаю, там все что угодно. Предлагайте свои варианты в комментариях, чтобы вы хотели добавить такого необычного. И я думаю, это реально сделать. Спасибо. Ловля на поплавочку. Спасибо всем болельщикам. Мы на мой. Спасибо большое. Спасибо. Команда «Золотой берег». Дима, Юра, ну какие впечатления? Да супер все. На самом деле. Я был больше занят организацией с вами, да, и вам хочу сказать в первую очередь спасибо за вообще то, что у нас все это получилось. От момента идеи, как мы все это вынашивали, да, и до момента реализации, я считаю, что вообще очень круто получилось. И мне уже куча-куча людей пишут, что было все супер. Спасибо большое. Сейчас вопрос забыл. Спасибо большое, Юр, и тебе на самом деле спасибо за твою помощь в организации. Многие отмечали твою грамотную поставленную речь и интересные твои комментарии. Простой вопрос. Вы залетаете в следующем году на медиа «Золотом берегу»? 200 процентов, 200 процентов. Я даже, возможно, откажусь от ловли вообще. Будешь тренироваться? Да, да, да. Нет, вам надо тренироваться точно, я думаю, мне кажется. Ну, с вот этими машинами, конечно, пойди выстоять. Да, да. Но мы держались. Да нет, на самом деле у вас была классная история, вы показывали какую-то другую тактику ловли, это тоже интересно было посмотреть. Да, вместе с нами держался 14 сектор, который стоял на той же тактике, да, поэтому все получилось максимально круто. Спасибо еще раз вам большое и выдаем из «Золотого берега» вашей команде. Дима, Юра, это была МКЛ. Водоем всегда любит всех, запомните это. Ну что, первый раз, наверное, на этой МКЛ у нас видят всех троих. Да, одновременно. В одном кадре мы такая теневая лошадка, которые то там, то здесь появляются. Но мы по-прежнему, та самая команда «Карфидэй», которая создает очень крутой движ. Делает что-то интересное в российском карфишинге. Дедик, тебе понравилось? Мне очень понравилось. Я даже на своем месте, хоть и просидел большую часть времени в студии. Иногда выходил вечером, когда отрасляет заканчивание, говорю, пойду пройдусь. Но просидел там, такой формат интересен, но у меня была своя роль и мне она понравилась на 100%. Сейчас всех увидел одновременно. Так что проект крутой. Всем командам спасибо, что приехали. А вам, пацаны, спасибо, что мы смогли сделать то, что мы сделали. Витя, это вообще красавчик. Это уже столько отсудить, отторобанить языком. Это было непросто. Но для меня тоже был некоторый новый опыт в этом плане. И большое спасибо, на самом деле, всем вам, ребят, кто смотрит трансляции и поддерживает нас. Это, на самом деле, очень сильное подспорье для нас. Мы и движемся дальше. Команда «Карп 2», магазин «Карп Шоп». Полетели. Всё. Ура. Ура! Ура! Субтитры подогнал «Симон»